Как много на ютюбе видео про покупки для новорожденных, в том числе на моем канале, и как резко мало их становится про покупки для деток от года и старше. Именно такое видео я решила сегодня снять. Мои дочки сейчас год и семь, и я наконец-то созрела, чтобы поделиться с вами списком моих наших с ней фаворитов. Тут будут в основном игрушки, но также будет немножко одежды и парочку таких необычных вещей. Так что, если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть. Всем привет! С вами Оля. Добро пожаловать на мой канал. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь. У меня есть много видео про покупки не только для деток, но и для меня, и для дома, а также много классных влогов из моей жизни и из разных поездок. Буду вам очень рада. Давайте начнем с самой большой категории. Это будут игрушки. Вообще, чем ребенок старше становится, тем сложнее ему выбирать игрушки, потому что выбор становится гораздо больше. И понять, что из этого реально достойное, во что ребенок будет реально играть, что будет его развивать, становится все сложнее. Поэтому я поделюсь с вами нашими любимыми игрушками, но буду также благодарна вашим советам. Если у вас есть какие-то прям классные игрушки, которые нравятся вашим деткам, то делитесь обязательно в комментариях. Моя дочка просто обожает животных и все, что с ними связано. Чтобы вы понимали степень, насколько она обожает животных, когда мы были в магазине одежды, и Эмили сидела, скучала в коляске, ее безумно развлекала моль, которая там летала. Счастье у ребенка были полные штаны. Никакой мультик ей столько счастья не дарит, как вот эта летающая моль. Поэтому Эмили очень любит животных, и из-за такой большой любви к животным я стараюсь приобретать ей все, что с ними связано. И самой классной покупкой я считаю набор разных животных. Есть в Германии фирма, называется Schleich, и она специализируется вот именно на создании вот таких фигурок животных. Я на них наткнулась совершенно случайно в супермаркете и купила для Эмили парочку. Вообще на них написано, что они для деток от 3 лет, но я не очень понимаю, почему. Потому что здесь нету никаких составных маленьких частей. И мне кажется, что, мне не кажется, я уверена, что ребенок годовалого возраста тоже прекрасно может с ними играть. В рот она их никогда не совала. Купила я ей вначале буквально какую-то парочку животных, и она так в них влюбилась, она постоянно там их называет, показывает, что в итоге я теперь постоянно пополняю эту коллекцию. Мне безумно нравится, что эти животные сделаны максимально реалистично и так красиво. Посмотрите только на этого лебедя. Ну правда, красота же. То есть они все прям реально похожи максимально на настоящих животных. У Эмили уже как ритуал. Мы когда с утра спускаемся на первый этаж, первое, что она делает, это достает этих животных из шкафа и несет куда-то или на стол, или на кухню, если я там сейчас... В общем, она везде их переносит за собой. Даже если она играет во что-то другое, эти животные обязательно должны рядом стоять. Потом иногда она какие-то из них берет, приносит ко мне, говорит, мама, вот собака, да, там, ну, на своем еще тарабарском языке, собака, ба, там, кошка, мяу-мяу-мяу. В общем, если у вас есть доступ к животным фирмы Шлях, или я уверена, что в странах СНГ есть и другие фирмы, которые производят подобные фигурки, то очень советую к ним присмотреться. Я очень хочу у Эмили на Новый год купить от этой фирмы какой-то дом для этих животных. То есть у них есть разные форматы, есть какие-то лошадиные там клубы, но лошади как-то ее меньше интересует. Я думаю, приобрести ей что-то типа фирмы, чтобы этих животных можно было еще где-то красиво разместить. Продолжая тему животных, хочу показать вам пазлы, которые я уже показывала в каком-то давнишнем видео о покупке игрушек. Это вот такие деревянные пазлы. У меня есть три разных варианта. Это лесные животные, есть еще домашние и морские. И когда я купила эти пазлы, я сказала, что вообще мне не очень нравится, как они сделаны, потому что мне кажется, ребенку маленькому очень сложно вот это будет доставать и туда убирать. Но сейчас я беру свои слова назад. Эмили просто была маленькой на тот момент. Сейчас она без проблем достает этих животных. И да, она пытается их сама туда вставить. У нее не всегда получается. Но сам факт, это очень классная игра, в том числе на развитие вот этой логики, что вот если тут зайчик, то вот туда же нужно вставить этого зайчика. Я Эмили даже ничего не показывала. Она сама поняла, что нужно играть именно так. Но больше всего мы использовали эти пазлы именно для изучения животных. В отличие от того, когда ты показываешь животных просто в книжке, допустим, здесь можно было с ней играть. И сначала ей там показывать всех животных, а когда она их запоминала, то я ее просила мне приносить те или иные фигурки. И вот этот факт, что совмещено какое-то движение, что она что-то достает или что-то тебе дает, он делает такую игру гораздо более увлекательной, чем если просто рассматривать картинки в книжке. Так что очень советую вот какие-то такие вставные пазлы. Опять-таки не обязательно от этой фирмы. Если уж я заикнулась о книгах, то продолжу с ними. Скажу честно, Эмили не супер фанат книг, что касается именно каких-то рассказов. Я в Москве, когда мы были, накупил ей безумно красивых, дорогих книжек с рассказами Чуповского, с какими-то сказками русскими. Там невероятно красивые картинки, но она слушает их максимум минуты три. Потом ей становится скучно, и она начинает листать эту книгу. А поскольку рассказы длинные, то листать еще рано, так как текста там достаточно много. И больше всего Эмили все-таки обожает книжки предметные, где практически нет текста. Вот тут вот есть чуть-чуть текста, можно его прочитать. Но больше всего здесь много разных предметов. В данном случае это опять-таки Эмиляшины любимые животные. Эта книжка мне еще очень нравится тем, что здесь есть окошки, которые открываются. Эмили просто обожает. Так же, как и со всеми игрушками, сначала мы с ней вместе это рассматриваем, а потом она еще минут 30 может сама с этим играть, сама все открывать, что-то там болтать себе под нос. Есть подобные книжки не про животных, про какие-то вот вещи. Здесь, допустим, разные магазины, аптеки. Но вот с такими книжками Эмили может заниматься именно долго. Расскажите в комментариях, как это у ваших деток, любят ли они уже слушать прям какие-то сказки, рассказы. Возможно, это вот особенность моей дочки. Но если ваши тоже не очень любят что-то слушать, то советую приобрести вот много разных книжек с предметами. Причем, чем ребенок становится старше, тем предметов может быть больше, они могут быть мельче. Раньше у нас были книжки, где там буквально 2-3 предмета. Сейчас здесь уже прям много всего, и с ней это можно рассматривать. И опять-таки, ей очень нравится что-то искать. То есть, когда ты ей говоришь, Эмили, покажи мне, где тут мишка, допустим. И она вот ищет, ищет, и когда она ходит, она безумно радуется. Так что предметные книжки, это просто одна большая любовь. Еще книга, которую бы я хотела показать, это букварь. У меня меньший доступ к различным букварям, поскольку мы живем в Германии. Этот был один из немногих, который мне удалось заказать сюда с относительно быстрой доставкой. Не могу сказать, что я советую прям именно его, хотя он мне очень нравится, потому что здесь очень красивые, красочные картинки. Эмили ими прям увлекается, много рассматривает, и она выучила еще не так много букв, но уже огромное количество слов благодаря этой книжке. То есть, мы с ней постоянно называем, что вот это зебра, это там дятел. И она уже сама тоже сидит, сама она все показывает, и сама называет все предметы. Не нравятся мне азбуки или буквари, где много разных предметов, где какие-то не совсем очевидные предметы. То есть, у нас был один набор, там тоже был типа алфавит, и там на каждую букву был какой-то персонаж. То есть, допустим, на букву там Х, там была какая-то хаврошечка, на букву Ш Шахерезада. Объясни ты, блин, маленькому ребенку, которому полтора года, кто такая Шахерезада, да? И как вообще это слово выговорит? Так что советую обращать внимание, чтобы были вот максимально простые слова на какие-то буквы, да? Вот торт, утка, то, что ребенок реально часто встречает в других книгах или в поседневной жизни. Ну и заканчивая тему вот таких развивающих игр на изучение слов, хочу еще раз показать вот эти чемоданчики. Я их тоже уже показывала в каком-то видео. Я изначально купила... Нет, вру. Мне изначально подарили нам их в Москве один чемоданчик с овощами и фруктами, и Эмили так любила в него играть, у нее просто тоже был восторг, экстаз, что я в итоге заказала ей от этой фирмы все чемоданчики, которые у них есть. У нас есть фрукты и овощи, вот здесь есть животные и их детеныши, там тоже есть алфавит, но вот это как раз-таки тот самый плохой алфавит, который я не советую покупать с хаврошечками и шахерезадами. Есть классный набор с цифрами, но Эмиляша для него еще пока немножко маленькая, с цветами, короче, там есть на любые темы какие-то наборы, какие-то для детей поменьше, какие-то для детей постарше, но вообще, да, кто не понял, как это выглядит, здесь лежат карточки разные, и на каждой карточке есть в данном случае животное, собака, а сзади детеныш, щенок. И тоже очень классные картинки, здесь вообще фотографии, да, настоящих животных, Эмили очень любит это все раскладывать и тоже играть из серии «Дай мне собаку, найди собаку», и она ее ищет, и очень радуется, когда у нее получается найти. Перейдем к игрушкам, уж таким больше на моторику. Тоже уже показывала любимый конструктор Эмили, это Мегаблокс, если вы не видели его, то прям всем настоятельно советую приобрести. Его можно покупать уже прям в годик, можно даже чуть-чуть раньше, тут очень большие детали, поэтому ребенок, который даже еще не умеет ходить, но уже умеет стоять, вполне справится с ними, будет играть. Эмили его любит, иногда он ей надоедает, мы делаем перерыв там на недельку, потом она снова к нему возвращается, и поскольку она так любила этот конструктор, то недавно мы решили приобрести для нее Лего Дупло. Наборы Лего вставлю сюда, те, которые есть у нас, у нас их уже два, они для деток от двух лет, естественно, Эмили не может сама это все собрать. Собирала это я, и честно, кайфанула, я вспомнила детство, я любила собирать конструкторы, поэтому с удовольствием я это все для Эмили собрала, но она очень радуется, когда вот целый какой-то город, или у нас есть парк аттракционов собран, она еще не может сама играть в ролевые игры, все-таки это для деток, наверное, уже от двух годиков, однако, если я это делаю вместе с ней, то она очень подыгрывает, то есть я говорю, вот давай там мы сейчас покатаем эту девочку там на колесе обозрения, а теперь они кушают мороженое, теперь они пошли кататься на карусели, и так она подыгрывает. Ролевые игры очень важны для развития эмоционального интеллекта у детей, и чем раньше вы начнете деток обучать, как вот играть с куколками совсем, тем раньше они тоже начнут это в какой-то момент делать сами. Если я Эмили оставляю наедине с конструктором, то она забивает на все ролевые игры, просто начинает его разбирать, собирать, переставлять части в другие места, но это тоже хорошее занятие для моторики, так что, если у вас еще нету лего, если вашим деткам даже еще нету двух лет, все равно смело покупайте наборы для деток от двух лет, но, конечно, нужно следить, чтобы ребенок ничего там не пытался проглотить, хотя совсем мелких частей там нет. Также из игрушек хочу показать вот такие машинки. Это машинки, знаете, как в детстве в киндерах были с моторчиком, то есть ты их отводишь назад, отпускаешь, и они едут. Не обязательно покупать именно такие, но в целом, особенно когда вот папа остается с Эмили, и ему нужно как-то ее занять, особо играть как-то в какие-то сложные игры, где нужно много вовлеченности, ему лень, то вот такие игрушки очень классно работают, то есть он просто их отпускает, эти машинки, а Эмили за ними носится и назад их ему приносит. Ей очень нравится, когда кто-то их для нее запускает, поэтому вот тоже как вариант, как занять ребенка, советую вот попробовать такие машинки, неважно, мальчик у вас или девочка. И последнее, что я хочу показать из игрушек, уже даже недавно в последнем влоге, кстати, если вы не смотрели наш лог из Винтерберга, посмотрите, там очень красивые пейзажи, очень классные места, где мы были, и там я показывала, как мы с Эмили играли с альбомом со стикерами, и заикнулась о том, что Эмили обожает ее 3D-стикеры, их я уже тоже показывала в нескольких видео. Это стикеры, которые очень просто отклеиваются, там есть разные тематики, тут сердечки, но есть и какие-то животные, что это, знаете, игрушка из серии, вот если ребенка нужно занять, а вам нужно что-то сделать. Вот дайте вот такую ленту со стикерами, полчаса точно ребенок будет с ними играть, ну, как минимум моя дочка. Их очень легко отклеивать самому, то есть даже маленький ребенок с этим справится, поскольку они достаточно толстые, достаточно объемные. Приклеивать их можно куда угодно, и также легко отклеивать от этих мест, Эмили это клеит постоянно, мне и папе на там кожу, делает нам татуировки, но все это вообще без проблем, без боли отклеивается, и не оставляет следов клея нигде не на мебели. Так что тоже советую приобрести такие стикеры, если ваши детки еще не пробовали их. Теперь будет такой микс не из игрушек, просто хочу показать какие-то пару вещей, без которых я реально не смогла бы, наверное, жить вот в возрасте от годика до двух у Эмиляши. Во-первых, это наш слюнявчик Бэби Бьерн. Я, конечно, сейчас никого не удивлю вот такими слюнявчиками, это очень удобно, когда здесь есть вот такая полость, куда все падает. Это очень экономит время на уборке пола потом, хотя что-то, конечно, будет падать и на пол, но я все-таки хочу посоветовать именно вариант от Бэби Бьерна. Я уже два набора покупала, они там разных цветов. Во-первых, мне очень нравится сам дизайн, но скандинавы вообще умеют делать красивые, стильные вещи. Здесь очень классно сделан вот этот воротничок, который как бусы такие с бусинками. Но самое главное, что эти слюнявчики можно мыть в посудомойке, и с ними вообще ничего не случается. Они живут у нас уже почти год, я их вожу во все путешествия, во все отпуска, и они просто как новенькие, так что всем советую вот именно Бэби Бьерн. Еще одна такая необычная вещь, это фаворит скорее не для Эмиля, а для меня, это вот такой крюк на коляску. На все оставлю ссылки внизу, которые найду. Если у вас нету крюка на коляску, то искренне советую всем его приобрести. У нас изначально был крюк, он был с такой кожаной ленточкой на липучке, а внизу был металлический крюк, но он в принципе достаточно долго прослужил, но все-таки в какой-то момент уже от веса он порвался. И я приобрела вот такой крюк, который точно не порвется, и он выдерживает там что-то до 15 килограмм. Он реально большой, настолько, что сюда можно повесить прям много пакетов. Да, зачем нужен такой крюк? Вы его просто вешаете на ручку коляски, и на него можно вешать пакеты. Это очень удобно, когда вы идете, во-первых, с ребенком куда-то, может быть, на шопинг по магазинам, и вам не нужно носить эти пакеты, а скорее всего все они в багажник коляски не поместятся. Или, почему я изначально приобрела такой крюк, это когда я иду с Эмили в супермаркет, допустим, без мужа, и сложно вести коляску, еще где-то там корзину нести. Поэтому я просто на этот крюк у коляски вешаю какой-то пакет, такой плотный, неодноразовый, и в этот пакет складываю покупки, потом на кассе их снова достаю и снова складываю. Это очень удобно, поэтому если у вас нет такого крюка, то это прям вот упрощает жизнь, и мой муж тоже его обожает, потому что когда мы куда-то ходим вместе, опять-таки ему не нужно тащить пакеты, они просто висят себе на коляске. Единственное, нужно, конечно, быть аккуратным, если вы прям супер какие-то тяжелые вещи туда понавешаете, то ни в коем случае нельзя отпускать как бы коляску, когда она не на тормозе, потому что они могут ее перевешивать. Также из одежды хочу поделиться с нашей недавней покупкой, это вот такая балаклава, опять-таки конкретно в этой нет ничего особенного, но насколько это удобно вот сейчас в осенне-зимний период, потому что Эмили уже давно ходит в шапках, и сейчас начало холодать, я думаю, боже, у нее открыто горло, я знаю, да, что есть шарфики, но с этими шарфиками, то есть тоже у Эмили разные куртки, не под каждую куртку, подходит там каждый шарф, в общем, чтобы не морочиться, можно купить вот такую балаклаву, и у ребенка всегда закрыты и ушки, и шея, на зиму, по-моему, самый идеальный, пусть может и не самый стильный вариант. Также из разряда одежды я бы хотела упомянуть здесь наш комбинезон для сна, если ваши детки не любят одеяло, как моя дочка, постоянно их спихивают, то если вы еще не пробовали вот такие комбинезоны, раньше у Эмили был такой мешок, именно у которого были не ножки, а мешок снизу, но когда она подросла, ей это начало не нравиться, сейчас мы уже давно перешли на комбинезоны с ножками, летом у нас был очень классный комбинезон, оставлю на него ссылку, сейчас мы приобрели другой, он не супер прям красивый, но почему-то был маленький выбор именно таких теплых комбинезонов на зиму, поскольку сейчас уже холодно, мне нужно был именно такой, однако по качеству он меня полностью устраивает, и это очень удобно, то что у тебя ребенок спит, и ты не боишься, что он спихнет это одеяло, что он замерзнет, продуется, он всегда уже одет в это одеяло. И в конце я хотела бы рассказать о двух вещах, которых у нас нету, нету по той причине, что у нас немножко подвешена ситуация касательно жилья, мы точно не знаем, где мы будем там жить в ближайшее время, в какой квартире, в общем, когда придет время, я думаю, вы об этом узнаете, но из-за этого я не могу покупать какие-то крупногабаритные вещи нам домой, и если бы у меня такого ограничения не было, то я бы обязательно приобрела для Эмиляша две вещи, а именно, это кухня, мне кажется, Эмили уже готова играть в детскую кухню, у нее есть набор такой с овощами, и с ним она тоже играет, и я безумно жалею, что мы пока не можем приобрести кухню, сейчас есть, конечно, огромный выбор кухонок, можно их кастомизировать, делать как-то под себя, мне кажется, подойдет в том числе и мальчикам, я уверена, если у вас уже есть такая кухонька, и вы можете посоветовать какую-то конкретную фирму, то я буду тоже благодарна вашим советам в комментариях, потому что когда-нибудь мы ее точно приобретем. И вторая вещь, которую бы я, наверное, приобрела, это такая подставка, в которую ребенка можно ставить, допустим, около кухонного стола, чтобы он помогал вам готовить, или что-то делал, вот такие игры, которые не игры с игрушками, а игры с реальным миром, тоже очень важны для развития ребенка, чтобы он уже, ну, просто вместе с вами делал какие-то бытовые вещи, что-то мешал, как-то помогал вам на кухне. Мы с Эмиляшей начинаем это делать, я ее ставлю просто на стулы, да, конечно, наши родители делали именно так, но все-таки со стулом ты постоянно в таком немножко напряжении, ты все равно боишься, что ребенок, не дай бог, кувырнется назад еще на плитку кафельную. Есть очень классные такие подставки для ребенка, где он полностью защищен, и он не может куда-то упасть, более того, эти подставки еще сами выполнены, как такой интерактивный, да, куб, то есть в котором можно еще играть, рисовать на нем иногда бывает. Если у вас такая подставка есть, то тоже поделитесь с вами впечатлениями о ней, нужна ли она, потому что занимает она все-таки достаточно много места. Все, на этом я буду заканчивать. Если это видео было вам полезным, то, пожалуйста, порадуйте меня своим лайком, своим комментарием. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.